История России в фотографиях представляет В 1934 году Борис Пастернак писал своей кузине Ольге Фрейденберг Дикая жизнь, ни минуты свободной Хотел бы обо всем забыть и удрать куда-нибудь на год, на два, страшно работать хочется Написать бы наконец что-нибудь стоящее, человеческое, прозой, серо, скучное, скромное Что-нибудь большое, питательное Этот давний замысел создать большую прозаическую книгу о поколении событий так, как ему хотелось бы Без вынужденных умолчаний и пропусков был для Пастернака выражением совести и творческого подвига Нельзя признавался поэт без конца и в 30, и в 40, и в 56 лет жить тем, чем живет восьмилетний ребенок Пассивными признаками твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе А вся жизнь прошла по этой вынужденно сдержанной программе Тревожили Пастернака и пророческие шутливые слова Осипа Мандельштама Ваше полное собрание сочинений будет состоять из 12 томов переводов и одного тома ваших собственных стихотворений Роман, который изначально носил название «Мальчики и девочки» создавался Пастернаком с 1945 по 1955 год Книга писалась в основном в подмосковном переделкине на даче, которую поэт арендовал у Литфонда О своей работе в разное время Пастернак утверждал «Я совсем его не пишу как произведение искусства, хотя это в большем смысле билетристика, чем то, что я делал раньше Но я не знаю, осталось ли на свете искусство и что оно значит еще» Найдены и даны имена всему тому колдовству, которое мучило, вызывало недоумения и споры, ошеломляло и делало несчастным столько десятилетий И, наконец, совсем недавно я закончил главный и самый важный свой труд Единственный, которого я не стыжусь и за который смело отвечаю Роман в прозе со стихотворными добавлениями Доктор Живаго Сама фамилия Живаго появилась в романе случайно Пастернак как-то увидел на улице круглую чугунную плиту с автографом фабриканта Живаго И решил, что пусть его герой носит имя этого неизвестного человека Поэт не верил, что роман напечатают в Советском Союзе Поэтому давал его читать на все стороны В том числе дал разрешение на публикацию книги за границей Вскоре доктор Живаго уже совершал космический рейс по всей планете Но не в своей стране Пастернак понимал, что революция там изображена вовсе не как торт с кремом Но роман был написан, и поэт хотел, чтобы его читали Заранее принимая всю тяжесть этой эпопеи Официальная литература роман не приняла Началась травля А присуждение Пастернаку 23 октября 1958 года Нобелевской премии Привело к исключению его из членов Союза писателей И попытке выслать за границу Ольга Ивинская, последняя любовь поэта В своих мемуарах вспоминает Что доведенный до отчаяния Пастернак пришел к ней предложить двойное самоубийство И ей с трудом удалось отговорить его от этого Спасительное участие в судьбе поэта Приняли многие зарубежные культурные и политические деятели Также Вахар Лалнеру лично звонил Хрущеву И излагал ему свою точку зрения на происходящее Несмотря на все усилия со стороны власти Травля оказала и обратное действие Выполнивший свое предназначение поэта Неожиданно стал тайным знаком для посвященных Иконой времени Возбодораживал весь мир В одном из последних писем в 1960 году Борис Пастернак заключает Какие-то благодатные силы вплотную придвинули меня к тому миру Где наконец впервые тебя взвешивают И подвергают испытанию почти как на страшном суде К миру, ко вступлению в который художник готовится всю жизнь И в котором рождается только после смерти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok